1909 год, начало новой эры. Арнольд Шонберг пишет три пьесы для фортепиано Opus 11, первые в истории музыки, полностью и официально атональное произведение. Но Шонберг не первый, кто стал писать атональную музыку. Это были глобальные процессы, которые шли на протяжении всего XIX века. Атональная музыка уже существовала, но формально музыка еще оставалась тональной. Нужно было очень много смелости, чтобы признать, что в каком-то смысле тональность изжила себя. И Шонберг постоянно об этом говорил, что он не революционер, он не разрушитель. Он просто сделал то, что должен был сделать честный человек, честный композитор. Он объявил о том, что тональности больше нет. А теперь представьте Вена, начало XX века, город меломанов, город вальцев, опер и оперет. Шонберг прекрасно знал, что его атональная музыка не встретит, мягко сказать, понимания у венцев. Он знал, но сознательно шел на это. Он всегда ставил интересы музыки выше своих собственных. Что происходит в пьесах Opus 11? Шонберг написал в письме своему другу Бузоне. Никаких стерилизованных продолжительных чувств. Такого нет у людей. Мы не можем в каждую отдельный момент испытывать только одно чувство, их сразу тысячи. Эту пестроту, эту нелогичность наших ощущений я хотела бы передать своей музыке. Почему так сложно слушать эту музыку? Потому что нашему слуху здесь не за что зацепиться. Во-первых, постоянно все меняется. А во-вторых, Шонберг объявляет эмансипацию диссонанса. Диссонанс это резко звучащее созвучие. Но эмансипация не приводит к равноправию. В его музыке почти исчезают консонансы, то есть приятно звучащее созвучие. И сам Шонберг считал, что слух человека тоже эволюционирует. И действительно то, что в 18 веке вот резало слух, казалось некрасивым, в 19 веке воспринималось совершенно нормально. И он полагал, что через какое-то время его музыка не будет восприниматься как диссонирующая музыка, как резкая музыка. И вот тут он оказался неправ. Скорее всего это просто законы физики. Потому что диссонанс это когда у двух звуков не совпадают обертоны. Это нам режет слух. А у тонансов обертоны совпадают. Поэтому нам кажется это приятным созвучием. Сложно сказать, как личная жизнь влияет на музыку, но бывают примеры, когда это влияние очень явно. В 1908 году от Шонберга ушла жена Матильда, причем она ушла к его другу, художнику, которого он брал уроки живописи, Рихарду Герстлю. Шонберг очень тяжело переживал, он составил завещание. Неизвестно, чем кончилось бы дело, но жена к нему вернулась, а покончил с собой этот художник. Представьте, какая была атмосфера и может быть вот такое его эмоциональное состояние послужило тоже толчком к этому решительному шагу, потому что в это время и появляются его первые атональные произведения. Атональность это музыкальный хаос. Тут нет больше законов, нет законов гармонии, никаких законов нет. Казалось бы, пиши что хочешь, но оказалось, что очень много сложностей кроет в себе атональность, а в первую очередь это сложность построения музыкальной формы. И начинается период сжатия музыкальных форм. Шонберг, как всегда, доходит до самой сути, до предела, и появляются шесть маленьких пьес для фортепиано опус 19. Они действительно очень маленькие. Шонберг здесь избегает не только любых приятных созвучий, но эта музыка и атональна, и атематична. Он считал, что писать музыку предсказуемую, в прямом смысле предсказуемую, это когда мы слышим начало арии с какого-нибудь оперетки, и зная вот трафареты, какие-то законы построения, мы можем предсказать, как будет развиваться музыка. Так вот он считал, что это преступление, это путь к деградации, писать предсказуемую музыку или ее слушать. Поэтому его музыка уж точно непредсказуема. А шестая пьеса из этого цикла, шесть маленьких пьес, была написана, когда он узнал о смерти Густава Майлера, которого не только любил и уважал, но доброе отношение которого в свое время очень помогло Шонбергу. Атональную музыку Шонберга часто относят к музыкальному экспрессионизму. Что такое экспрессионизм? Можно ничего об этом не знать, просто послушать монодраму Шонберга «Ожидание». Сразу все станет ясно. Драма Крика, так называл «Ожидание» Савертинский. Здесь есть полный набор художника-экспрессиониста. Это бредовые видения, это полный уход от реальности, это погружение в чувство страха, ужаса, безвыходности. Сюжета здесь по сути нет. Это однакотная драма на текст Марии Паппенхайм. Здесь есть слово, и слово стало одним из решений, как писать атональную музыку крупной формы. Слово является связующим материалом, но слово здесь не помогает слушателю понять, о чем, собственно, монодрама. Это бредовые видения, это поток сознания главной героини. Одно единственное реальное событие, да и то относительно реальное, она находит труп своего возлюбленного в лесу. Может быть, она сама его улыбила. Ясности тут нету. Но и не нужна ясность. В этом и смысл погрузиться в мир ужаса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но визитной карточкой Шонберга того периода стал вокальный цикл «Лунный Пьеро». Тот самый Пьеро — персонаж комедии «Дель Арте», но, конечно, он тут меняется до неузнаваемости. Если камерная симфония — это новый этап музыки инструментальной, то «Лунный Пьеро» — это новый этап музыки вокальной. Во-первых, Шонберг изобретает новое пение. Это шпрей, гизанг — это что-то среднее между пением и декламацией, мелодекламацией. Состав уникальный. Пять инструментов и голос. Причем пять инструментов постоянно меняются. Неизменным остается только их число. И здесь первый раз мы видим увлечение Шонберга нумерологией. Он всегда большое значение придавал числам. «Лунный Пьеро», опус 21, 21 стихотворение Альбера Жиро. Но, конечно, самая замечательная история, если говорить о нумерологии, то это его боязнь, паническая боязнь числа 13. Несмотря на то, что он родился 13 числа, он считал это своим личным проклятием, число 13. Он никогда не жил по адресу, если там присутствовало число 13. Когда он нумеровал такты, он иногда писал 12, 12а, 14. Когда он написал оперу «Моисей и Арон», он подсчитал количество букв, понял, что 13 букв и удалил одну. Получилось неправильно, но зато 12 «Моисей и Арон». И, как всегда, Шонберг доводит все до логического завершения. Когда ему исполнилось 76 лет, он сложил 7,6, получилось 13. И он решил, что в этом году он умрет. А когда выпала пятница, 13 число, он весь день провел в постели, потому что он верял, что сегодня он умрет. Когда день почти закончился, жена с облегчением сказала, ну, видишь, все хорошо. И Шонберг умер. Как гласит легенда, что на часах было без 13, 12. Но если вернуться к лунному пюро, почему 21 стихотворение? Трижды 7 стихотворений. Три части лунного пюро. Первая часть, самая лиричная, это луна, но луна не романтическая, это болезненная луна, смертельно больная луна, свет, который все искажает. Это видение, где сложно сказать, что реально, а что нет. Вторая часть, это мрачная фантасмография. Пьеро вырывает сердце, кладет его на окровавленный альтарь, луна превращается в розящий меч. И кульминация всего цикла, это последний номер второй части «Кресты», где первый раз появляется, кстати, аккорд, где звучат одновременно все 12 звуков хроматической гаммы. И третья часть. Казалось бы, это. Какое-то умиротворение. Но настолько все призрачно, что, конечно, хэппи-энда здесь нету, но и сюжета здесь нет. Это опять мир настолько условный, настолько призрачный. И луна и пьерон называют музыка о музыке. Это очень характерно для 20 века. Это игра. Эту музыку нужно разгадывать как ребус. Шонберг здесь использует самые разные музыкальные формы и жанры всех предыдущих веков. Это и пасакалия, и серенада, и вальс. Он использует цитаты, аллюзии на самые разные произведения. Эту музыку очень сложно слушать. С одной стороны, а с другой стороны, очень интересно в ней копаться. Все это разбирать, что он хотел сказать, как он это сделал. Луна и пьерон стал, безусловно, одним из самых ярких произведений 20 века и символом всего непонятного в музыке 20 века. Субтитры создавал DimaTorzok